здравствуйте друзья сегодня 31 мая а завтра будет 1 июня мы едем за покупками у меня как раз окошечко образовалась в appointment а в прошлый раз мы в косткой ехали и не купили кофе и сливки и сливки не купили но такие порошки а как без этого жить ну реально студенты не могут у нас еще есть отдельная машинка мы там сами как-то перебиваемся студенты не могут ну поедем я вот хотел анна леонидовна какой вопрос задать или так сказать обкашлять вот 31 мая с одной стороны и 1 июня с другой стороны это же не одно и то же хотя вроде бы то рядом один день всего январь февраль март-апрель-май до 31 друзья это старая техника сейчас современный молодежь может не знать как по косточкам считают я что-то сомневалась что в мае 31 день но я просто знаю что сегодня 31 то есть может быть их они 31 но сегодня 31 конкретно вот все-таки в чем фундаментально разница вот 1 июня и 31 вообще фундаментальная разница давайте а фундаментальному день защиты детей когда-то там в июне а что сильно их защищали или так вот чисто формально отделывались наверное распиливали какие бабки а я даже не знаю в чем праздник был но был по 2 июня все-таки не первого я не помню я помню день защиты этих не защиты день за день создания пионерской организации имени владимир и чалинин 19 мая 19 мая это это ну тогда я переверну камеру чтоб солнышко не светило так меняем направление а вот вас михаил приняли первых пионеры или вы в последних рядах меня приняли в пионеры вместе со всеми нас повели у нас было четыре класса на параллели а б в г 4 класса и нас повели в кинотеатр спутник это в там вот в лефортово москве и в этом кинотеатре показали какой-то фильм только сначала перед фильмом нас приняли всем галстуки повязали какую-то речевку сказали вот потом был фильм а потом мы шли домой и это было весной я помню что была весна почему потому что я был в каком-то пальтишке но хотелось же чтоб все видели что я пионер растягивались я тут расстегнул икра и кончики этого галстука чтоб наружу вот чтобы все соседи видели что миша пионер вот так вот было дома тоже так делали только меня приняли феврале я все равно шла в расстегнутой куртке с ума сойти зато в комсомол меня приняли прямо в день моего рождения они мне говорят а те же есть 14 лет положено было через тебя прям сегодня это было двадцать восьмое апреля и они меня даже за одно же и с этим тоже поздравили думают хрен с ним уже вот а я до комсомола уже не дожила до смысле его уже не было не то чтобы что-то потеряли так мы никак не разобрались с фундаментальностью с этим с календарным фундаментализмом значит что у нас 31 мая или 1 июня если пас был выбор вы бы выбрали 31 мая или 1 июня что вы хотите первое число нового месяца или последний день старого вот что вам дороже я считаю надо выбирать новые вперед друзья а то есть а старая вы просто подводим баланс списываем и уходим в новый месяц в этом есть да то есть какое-то обновление какое-то обновление ладно значит тогда не будем цепляться к датам что у нас в школе вообще происходит у нас сегодня было интервью так в хорошей компании и они вдруг почему-то взяли разделились на два кабинета и начали очень быстро всех опрашивать и у нас не хватало людей то есть их назначили прийти не все вместе а там через там обычно даем там 30 минут на каждого человека сделали написали там народу кому во сколько подойти и вдруг мы понимаем что у нас категорически не хватает народу в таком темпе двигаться да и мы заглядываем в наши классы хотела сказать ну да у нас у нас батарея в двух аудиториях уроки да так ну мы там нашли пару-тройку хороших резюме более-менее прям и выдернули из класса прямо вы зашли в класс оля си слава богу не сильно возмущалась да и все и мы их прям позвали сказали друзья сильно не пугайтесь но вы идете на интервью девчонки сразу такие а это были девчонки симпатичная насколько индусские девочки могут быть симпатичными могут могут все же вполне они могут быть симпатичные но они не ходят декольтированные вот этого в них нет вот то есть все все остальное должно угадываться а не является очевидным я тоже не не это не хожу зубы как индус . ну да ну хорошо короче какой-то фидбэк у нас есть от тех кто интервью ру они может быть не заметили подмены этом даже софия им сказала что вы их сильно не пугайте они у нас это не совсем готовы но нам больше никого вам дать на ближайшие там 30 минут пока другой народ вот вам развлекуха но как а интервью роли мальчики или девочки чётенько и дяденька так по моему ну хорошо так американцы что ли да нет же они же индусы так ну хорошо и мы знаем какой-то результат они иногда сразу говорят а иногда говорят мы подумаем они обычно до к вечеру там ближе или к завтрашнему дню а некоторые неделю думаю а сколько им народу тогда да они по моему хотят двоих а может даже в общем по моему двоих разговаривали со сколькими они много не брали потому что они хотели такое тщательное интервью провести минут по 30 человеком сколько они заказали себе было 6 но вот мы потом еще троих подкинули руки за не хотели из 6 взять двоих а мы им 99 дали пусть возьмут троих да да будет так да да тут где-то знаете я расскажу значит там какое-то мое видео про зона комфорта в харькове вот значит она как-то приобрела какую-то популярность и вот я даже сегодня посмотрел знать ту неделю что она висит вот с какого-то украинского форума я его не знаю но он есть вот я сейчас узнал что он есть такой для девелоперов там у нас три тысячи просмотров даже за несколько дней кстати вот на это видео ну и и они там сильно вот разбираются со своей зоной комфорта и мне кто-то ссылку прислал то есть они вмешиваюсь у них там зоны и пусть разбираются но один раз я пошел по этой ссылке глянул или это по-моему это там было очень короче кто-то был естественно недоволен и вот значит он доказывал что человек как это странная школа вот он пришел на наш веб-сайт и он не нашел там нашей статистики плейсмента хотя прямо на страничке about там ссылки есть он не нашел в каких компаниях у нас интерны хотя у нас специально страниц для этого есть там с отзывами от компании такой как как-то забаненный так сказать не только на в сети но на нашей странице портновком тоже забаненный ну вот есть люди как бы не могут найти ничего это действительно это определенный контингент такой высказывающихся по разным вопросам люди но вот в частности вот это вот значит а в этом написано что в большие компании мы не посылаем google microsoft там и так далее хотя это уже не совсем точно потому что скажем skype у нас берет который теперь стал microsoft к нам при мне уже приходил лоракал да и приходил опять же google как ни странно ну да да за это время много поменялось у нас уже из оракла приходит из там people soft приходят и 10 из больших компаний там стали подходить но дело не в этом мы же не ради этого и мне-то пофига большая компания или маленькая мне даже маленькая больше нравится там люди большему научаются мне кажется стартапа все-таки больше заинтересованы в этом нежели больших и механизм у них проще там пришел и пришел паша в большой компании там 10 подписей собрать пока там разговаривать с тобой начнут в общем там сложнее с ними так вот я к чему говорю что в принципе список компаний куда людей посылают я я считаю что это в некотором смысле как бы бизнес информация то есть я бы например не хотел публиковать вот если бы искали миша вот напишите список я не хочу потому что мне например никто своих списков не публикует так и я не могу пойти посмотреть на чужой список и сказать а пойду-ка я по этим конторам и скажу вот в этом у васи пупки наберете а посмотрите на моих тоже правда конечно нет я считаю это правда но вот люди в претензии опять люди пусть это да да ну я тоже думаю что отдохнуть им не вредно никто еще не умер от того что отдохнул так что вот мы даже не стали с вами называть кто у нас сегодня был я и сам не знаю кстати вот вы мне потом может быть скажете я их знаю да и как-то не название компании ну компании у нас на этой неделе уже сегодня что вторник еще три дня у нас уже забиты под интервью под интервью то есть на этой неделе можно сказать что все платные в понедельник мы не работали а а тут вот все работаем платный у нас тут какая-то деваха вот сегодня как раз мы софии беседовали индусская девушка значит она уже там три или четыре интервью значит на платные интерншипы и не берут и она такие за бегать вот есть бесплатный вот там она ведь нет я ведь буду все таки стараться на платный софига твоего михаила спрошу как он с этим быть и как с этим быть я бы софи его наша палисе состоит в том что мы не различаем платные и бесплатные то есть мы в порядке искать доброй воли в порядке одолжение не то что мы как-то обязаны но в порядке одолжение если уж так ей приспичил мы там ее послали на несколько но если у нее такие проблемы я готова ей скажите что либо она идет на бесплатно и не выпендривать тоже еще не всех берут да еще надо интервью тоже пройти вот либо то допустим а то есть мы никак не не можем ей больше способствовать в чем-то идти у нее на поводу как бы за пределами тех обязательств которые у нас есть вот поэтому вот это портит человека понимаешь вот он он начинает как-то так вот вместо того чтобы собой заниматься он начинает другие чтобы за него делали и это ему это его портите гниет с этого дело становится не рыночным в эти и это плохо вот хорошо значит мы приехали там плохо а мы приехали хорошо видите друзья это называется диалектика диалектика тут хорошо а там плохо баланс баланс тут плохо там хорошо вот главное чтобы у нас в голове было хорошо тогда и вокруг нас всем будет тоже хорошо